Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Что получается в результате банкротства? Сокращается количество муниципальных школ, потому что на их преподавателей нет денег. Сокращается финансирование разного рода муниципальных организаций, типа домов для престарелых и т.д. и т.п. Сокращается поддержка разного рода муниципальных программ, типа вывоза мусора и все остальное. Кроме того, прекращается, по крайней мере, частично финансирование пенсионных фондов, связанных с иммуниципалитетом. Последнее, кстати, вызвало дикое раздражение со стороны ряда организаций, и американский суд запретил Детройту проводить банкротство, поскольку это затрагивает интересы разного рода структур, типа пенсионных фондов. Однако это здесь работать, скорее всего, не будет, поскольку никакое решение суда не может увеличить количество денег в казне города. Кроме того, по американским законодательствам, законодательство о банкротстве важнее всех остальных законов, поэтому я думаю, что здесь Детройт отобьется и всем кредиторам скажет «до свидания». Как только это будет сделано, все пойдет по-новому. Инвесторы получат фигу, и после этого те налоги, которые собирает город, можно будет снова направлять на разные городские программы, хотя и не в прежних масштабах, потому что экономика-то все равно падает. Кроме того, некоторые обязательства будут, скорее всего, реструктурированы, то есть не полностью списаны. Но частные инвесторы могут радоваться, им, скорее всего, не достанется ничего. Отметим, что сама по себе эта ситуация создает очень серьезную проблему. Дело в том, что хотя это и позволит городу больше денег из налогов направлять на разного рода социальные нужды, поскольку сегодня они по давляющей большинстве идут на обслуживание ранее сделанных долгов. Но вот с привлечением новых займов будут очень серьезные проблемы. И вот как быть тут, не очень понятно. Потому что если падает уровень доверия, то, конечно же, с экономикой начинаются очень серьезные проблемы, причем они уже носят даже не столько экономический, сколько психологический характер. И исправлять вот эти вот проблемы с доверием придется очень долго. Очень. А в ситуации с Майами пока речь идет только о том, что руководители города мошенничали. Но опять-таки цель-то мошенничества какая? Ну, может быть, и будет доказано, что они чего-нибудь клали себе в карман, хотя сегодня это пока не очевидно. Впрочем, все чиновники одинаковые, поэтому вряд ли они уж так вот прошли мимо такой возможности получать разного рода комиссионные. Но цель-то сделок была примерно та же самая, что в Греции. В Греции помогали мошенничать Голдман-Сакс, и цель была все та же. А продемонстрировать, что финансовое положение лучше, чем на самом деле. Что позволило Греции вступить в зону евро и какое-то время еще рефинансировать свой долг. Так вот, давайте смотреть правде в глаза. Чем это все, безобразие, закончится? А закончится оно следующим. Первое. Количество инвесторов, готовых вкладывать свои деньги в разного рода муниципальные облигации, облигации штатов, да и государственные облигации, будет сокращаться. Денег взять будет неоткуда. Если государство начнет эти деньги печатать, чтобы компенсировать выпадающие деньги инвесторов, то это неминуемо привлечет к росту инфляции и прочим разным негативным эффектам. Кроме того, инвесторы же должны куда-то девать деньги. В результате они их будут вкладывать в финансовые пирамиды типа сегодняшнего фонда рынка Соединенных Штатов Америки. Ну и когда в конце концов все эти рынки грохнутся с громким треском. Что, собственно, скорее всего и произойдет с американским фондовым рынком где-то в интервале от полугода до полутора лет. Во-вторых, будут сокращаться социальные программы. То есть падать жизненный уровень населения. При том, что у населения сегодня значительная часть тех льгот, преимуществующих всех тех денег, которые оно получает, прямо или косвенно, оно идет в общем из бюджетов. Это означает, что падение жизненного уровня будет существенным. При этом, поскольку на муниципальных деньгах сидит в основном население бедное, то это приведет к тому, что будет очень сильно расти уровень социальной напряженности, который в крупных городах и не только в Соединенных Штатах Америки и без того высок. Я напоминаю, что тут произошла достаточно гнусная история, когда негритянского подростка, который шел там к приятелю с тортиком, представитель местной дружины, который охранял порядок, застрелил. Это было некоторое время тому назад, однако буквально пару недель тому назад суд его оправдал. Скорее всего, дело перейдет в суды высшей инстанции. Уже Обама выступил, который вспомнил, как в молодости его обижали по негритянской линии. То есть, иными словами, он сталкивался с откровенным расизмом. Вспомним, что расизм в американском обществе никуда не делся. Вспомним, что на суде демонстрировали записи переговоров этого самого убийцы, который сказал по телефону, шляются тут, значит, эти негры. Это очень вольный перевод, но смысл примерно такой, что пора это безобразие прекратить. Собственно, это главное основание для того, чтобы считать, что это было убийство совершенно на расовой почве, и никакой угрозы со стороны этого негритянского юноши в отношении белого дружинника не было. Мы, как советские люди, к расизму относимся крайне негативно, но, в общем, нужно понимать, что в Соединенных Штатах Америки это явление не просто обычное, оно абсолютно типовое. И я думаю, что по мере ухудшения экономического состояния в стране всякого рода эффекты, связанные с национализмом, с расизмом, да и вообще с любыми проявлениями вандализма будут только усиливаться. Во всяком случае, все истории последних лет, что в Европе, что в Соединенных Штатах Америки показывают, что уровень напряженности в обществе стремительно растет. И экономические события, которые происходят, они абсолютно не подтверждают улучшения и наоборот только демонстрируют, что это ухудшение будет только усиливаться и, возможно, ускоряться.